Совместить полезное с приятным позволяет предпринимателям региональный социальный проект Банк Еды. Суть его настолько же проста, насколько гениальна. Продукты, у которых скоро истекает срок годности, не утилизируются, а отдаются нуждающимся. Идея проекта лежала на поверхности. По статистике в мире выбрасывается треть еды, в России четверть. А за чертой бедности несколько миллионов человек. Полтора года назад возник в области Банк Еды и сегодня он пополнился новым участником. Как это работает и кто является клиентами этого необычного банка, расскажет Ирина Шипилова. Сегодня Сергей Степаненко впервые меняет свой товар на благодарность некоммерческих организаций. Проект Банк Еды предприниматель решил поддержать вместе со своим поставщиком, заводом местных изделий. В идее общественников привлекательными оказались две составляющие. Возможность помочь и снизить собственные расходы. Если почаще, побольше будут предприниматели, которые готовы отдать, то я думаю, тем не менее будет лучше. Мы или и так будем продукцию выкидывать, или, допустим, которая подходит к сроку, лучше будут нуждающие получать этот продукт, чем мы его просто выкинем и платить за утилизацию. Утилизация продукции для бизнеса – процесс дорогостоящий и требующий оформления специальных документов. Ряд предприятий в Тюменской области уже оценили предложение волонтеров не допускать порчи еды. Еженедельно передают ее 30 некоммерческим организациям, которые поддерживают малоимущих граждан. Проект курирует общественная палата региона. Кому-то нужны крупы, еда первой необходимости в больших объемах, потому что они не могут по каким-то причинам ее получить. Это может быть проблемы со здоровьем какие-то, из-за возраста, сложности с работой, что угодно. А есть те, кому по большому счету просто нужна надежда. То есть они получают небольшой продуктовый набор, человек понимает, что он не один. И как только он это понял, у него зачастую появляется какое-то желание работать дальше, развиваться. Мясными деликатесами предприниматели сегодня будут угощаться в пансионате для престарелых. Под опекой некоммерческой организации 30 человек. Питание у нас хорошее, пятиразовое, и мы стараемся всегда мясное давать. То есть завтрак, как обычно, каша, бутерброды, обед, ужин, полники, обязательно это с мясом, чтобы пожилые люди достойно питались. В рамках проекта «Банк еды» общественники планируют запустить и первую акцию по специальным купонам. Нуждающиеся граждане могут купить продукты по минимальным оптовым ценам. Идею уже поддержала одна компания, возможно, число партнеров вырастет. Ирина Шипилова, Артем Суханов, Тюменское время.